Мы снова будем говорить о транспорте, о транспорте в Москве, и я снова очень рад видеть людей, которые действительно заинтересованы этой тематикой, транспорт становится очень популярной по мере увеличения проблем с транспортом, но этот аспект действительно является, грубо говоря, артериями, кровью города, и если эти артерии, эти пути не работают, то страдает из-за этого весь город. Когда я определял, какую тему выбрать для сегодняшнего доклада, я решил сделать следующее в согласовании с господином Катцем и с другими. И мы согласились с тем, что было бы интересно посмотреть на сегодняшние проблемы, на те, которые возникают сейчас, на решения, которые делаются сейчас, на те аспекты, которые учитываются при этом и так далее. И действительно связать это с тем, что уже случилось в других странах, когда они были ровно на этом этапе развития транспортных систем. Некоторые люди в Москве и в России говорят, что никогда этого не произойдет, мы уникальны. Нет, вы не уникальны. Есть очень много схожих вещей, которые уже случились в других странах. Я сейчас о них буду говорить подробнее. Но это означает следующее. Нам надо смотреть на то, что уже случилось 50-80 лет назад или 40 лет в их странах. И какие меры были адекватны, логичны, какие меры были нелогичны и неверны и противоречили, а какие меры были полными ошибками, которые действительно приняли, внесли большой ущерб многим городам. Поэтому мы это сравним. Сейчас эти аспекты. Я выбрал в особенности те пункты, которые постоянно возникают в дискуссиях, те аргументы, которые нужны людям. Некоторые очень подробные аргументы, а некоторые не конкретные. Потому что все города сталкиваются с проблемами, с тем, как сделать города пригодными для жизни, удобными для жизни. С другой стороны, есть очень много других мнений у профессионалов и у общественности. Это те аргументы, которые я уже слышал в других городах. И некоторые, они такие рудиментарные. Это примитивные проблемы непонимания основных принципов транспорта. Эти заблуждения необходимо развеять, чтобы избежать ошибок, которые были деланы раньше. Некоторые были, наверное, вчера в этой аудитории. Я очень много говорил о разных видах транспорта. И от метро, и трамваях, и троллейбусах, и так далее. Сегодня же я буду больше говорить об организации, об организационных аспектах. И просто, чтобы ввести вас в курс дела, что происходит в городах во всем мире, что происходило до 1980 года. Города были созданы для... В 19 веке они были сделаны для пешеходов и для конного транспорта. То есть, они были рассчитаны на масштаб ходьбы, то есть, на масштаб обычного пешехода. На те расстояния, которые могут покрыть пешеходы. В 19 веке города очень быстро росли из-за индустриализации, из-за промышленной революции, из-за урбанизации, из-за того, что люди переезжали из деревень в города. И это породило необходимость в улучшении системы транспорта в городах. Это было связано с двумя аспектами, потому что транспорт стал узким местом в развитии города. Были две проблемы. Одна проблема состояла в следующем. Как обеспечить город ежедневными продуктами? Даже были теоретические исследования. Можно ли выращивать всю сельскохозяйственную продукцию вокруг города? Если можно, то какой размер города она может обеспечивать? Эстонная промышленность. Когда население выросло до двух, до трех миллионов, это было огромное проблемой, потому что быстрого транспорта не было, холодильников не было и так далее. Это была одна проблема. Вторая проблема состояла в следующем. Как люди будут перемещаться внутри этих городов? Если вы ходите пешком на работу, а это делали большинство людей, тогда вы не можете жить в 8 километрах от работы, потому что физически невозможно, это неудобно. Это вызвало строительство в центре города больших кварталов с высокой плотностью населения. Это когда образовались трущобы в Лондоне, в Нью-Йорке. Если вы читали Диккенса, вы знаете, как жилось тогда в таких областях, в таких областях города. Поэтому в городах существовал запрос на предоставление лучших услуг транспорта. До момента изобретения электрических моторов, это все шло достаточно медленно. В 1905-м было новое изобретение, большое изобретение, которое все изменило, это железная дорога. Железная дорога быстро решила проблему поставок, потому что мы бы теперь могли перевозить большие количества продуктов. И железные дороги быстро захватили всю страну. Но это в какой-то мере даже увеличило концентрацию в центре города, потому что железная дорога, там было несколько станций, но распределения, распределительного трафика не было. То есть, революция для внутреннего транспорта была изобретением электрического двигателя Сименсом, и были за 10 лет у нас построены и электрические трамваи, и метрополитены, и так далее. Итак, в 1900-х мы имели города, до 1900-го года у нас были города, которые были рассчитаны для пешеходов, а после этого периода в промышленных странах у нас города переориентировались на транспорт. Несколько десятилетий общественный транспорт действительно обеспечивал развитие городов и позволял людям жить в определенном удалении от места работы и регулярно ездить туда. И поэтому стандарты проживания существенно увеличились, и плотность населения уменьшилась, увеличилась их мобильность. Это был существенный вклад общественного транспорта. Потом было сделано следующее изобретение. Это был автомобиль. Автомобиль вначале использовался немногими людьми, но потом мы вступили в эру автомобилизации. Вначале в Соединенных Штатах, но потом и в Западной, и уже в Японии, и так далее. И здесь, в России, эта автомобилизация провелась недавно. Это привело к еще одному взрыву в транспорте, потому что общественный транспорт предоставляет возможность быстро перемещаться по сети. В основном это радиальные сети, в основном в городах. Автомобиль дает вам возможность перемещаться в любое время, в любое место. Поэтому люди начали использовать автомобиль очень активно, и это создало очень много возможностей. И в то же время создало много проблем, потому что если мы используем автомобиль в больших городах, то появляются пробки, и вся транспортная система становится менее надежной и становится проблемой для города. Поэтому города, в которых была предпринята попытка прореагировать на это, если у вас есть пробка на улице, что нам нужно сделать? Ну, нам нужно расширить дороги, наверное, сказали они. И это то, что нужно автомобилям, они же важнее, чем эти пешеходы. Поэтому стало предприниматься сужение тротуаров, и мы просто стали расширять дороги и строить больше полос. Например, в Лос-Анджелесе построено много хайвеев, стало не хватать парковочных мест, поэтому стали строить новые паркинги. И потом созданы большие парковки, и улицы уже стало не хватать для машин. И все началось с строительства хайвеев, это привело к строительству паркингов, это привело к строительству хайвеев и так далее. И это был город, основанный на автомобиле, город, рассчитанный для автомобиля. И некоторые действительно верили в то, что автомобиль — это будущее. Общественный транспорт — это только для того, кто не может водить машину, или просто это дети, или это учебные люди, или не те люди, которые настолько успешны, то есть они не смогли заработать, и мы можем меньше внимания им уделять. Мы не видели всей картины в целом, и у нас были планы в Соединенных Штатах, планы создания национальной сети фривеев, то есть это дороги без перекрестков. Те понятия немножко перепутаны, что такое хайвей, что такое фривей, но под фривеем сейчас официально подразумевается то же самое, что автобан в Германии и другие понятия других стран. Это то, что сейчас в России точно не определено, и при планировании системы дорог нужно тоже это учитывать. Я очень много говорил об этом, не хочу еще раз останавливаться, что те попытки превращения городов в города, ориентированные на автомобиле, создают огромные проблемы. Потому что возникают пробки, и еще больше пробок, чем в городах, где развиты различные виды транспорта. Это преобразование создает большую сегрегацию в области мобильности. Те, у которых есть машины, они хорошо ездят, если они не в пробке стоят. А у кого нет машин, это люди второго рода, они вообще не могут даже доехать до работы. В любом случае, если город у нас рассчитан на автомобилиста, и эта концепция очень интенсивно развивалась во многих городах Соединенных Штатах в 50-х, 60-х годах, европейцы иногда отправляли комитеты, комиссии в Америку, чтобы посмотреть, что же там происходит. И что нужно сделать? Что делает Америка, и куда идти в Европу? В то же самое время, если мы посмотрим на Великобританию, Германию, Францию, они делали исследования. По результатам исследования, следующий результат. Если мы уширяем улицы, больше машин, нам нужно больше паркинга, и это бесконечный цикл. Как же нам его решить? Как нам переместить? Нам нужно перемещать парламент в Лондоне, чтобы расширить дорогу. То есть, были сделаны исследования о том, что столкновение городов и машин. Очень известное исследование было сделано Букананом, английским автором, который очень хорошо определил, что в небольших городах пробки не такие высокие, потому что количество машин, которые в городе, оно очень большое, и люди могут тебе позволить. А тебе надо позволить. Это дети и пожилые люди. То есть, нам общественный транспорт нужен только для социальных каких-то групп населения. В больших городах он показал, что это будет создавать огромные пробки, и если общественного транспорта нет, то город, большой город, просто не может существовать, если у нас большинство поездок осуществляется на автомобилях. Он точно это сказал, но он не понимал, как конкретно делится вид общественного транспорта. Он был архитектором, он не был транспортником, был скорее нацелен на визуальный аспект. И он сказал, что если у нас есть ситуация с пробками, то нам нужно повысить количество автобусов. И это очень наивное предложение, оно не является решением, потому что если вы увеличиваете количество автобусов на улице с пробки, то улицы просто не будут пересхаживаться с машин на что-то более медленное. Например, как в Тверской, когда там пробка. Автобусы и троллейбусы, они практически пустые. То есть Буканон не понимал, он необходим в общественного транспорта. Необходимость того, что он должен быть отделен, изолирован от пробок, чтобы быть успешным. И для этого обычно нужен транспорт большой вместимости, рельсовый транспорт, но и необходимо так называемое право приоритетного проезда, то, что я называю категориями. Немецкое исследование, посвященное тому же, оно было куда более систематично и точно. Они определили, какие конкретно виды транспорта необходимы в городах. И определили также, что нам необходимо усовершенствовать трафик автомобильный, но в той же самой степени или еще большее внимание уделять внимание общественному транспорту. А кроме того, нам необходимо делать города более пригодными для жизни. Немецкое исследование даже имело результатом в финансировании счет акцизов на бензин. Поэтому с 1967 года Германия очень систематично работает над разработкой и общественного транспорта, и личного транспорта. В некоторых других странах тоже применялся такой же подход. Достаточно упомянуть, что за последние десятилетия у нас был разнообразный опыт, и мы сделали множество ошибок в планировании городов, сделав их слишком перекосов в автомобильную сторону. Автомобилизация оказывает влияние не только на то, как перемещаются люди, но и на то, каков у нас город. Это качество и обслуживание, но и качество вообще жизни в городе. В отношении технологий и видов транспорта шли от пешеходного города к городу, основанному на общественном транспорте, затем автомобильному городу, и затем пришли к городу, предназначенному для разных видов транспорта. Нам нужны хорошие дороги для частных автомобилей, нам нужен хороший общественный транспорт, и нам нужно не забывать о пешеходах. Вот за последние годы мы заново открывали пешеходное движение, мы понимали, что пешеходам нужна не только безопасная возможность перейти дорогу, но пешеход должен чувствовать, что город приятный, что пешеходу должно быть хорошо в городе, а не должна быть потребность от него убежать. Системный подход говорит, что на транспортную систему нужно смотреть, как на единое целое в отношении, в связи с тем, с целями, какими, чтобы был город. И нам нужно унифицировать, интегрировать различные функции. Например, парковку часто упоминают. Это не просто удобство, парковка – это большое, это важное звено в городской системе транспорта. Парковки, всевозможные, всевозможные терминалы, места, методы, которыми осуществляется контроль, все это вместе. Сейчас мы смотрим на города, которые передовые в мире, как они стали городами пригодными для жизни. И мы видим, что у них есть одна общая характеристика. У них лучшее понимание сложности и необходимости интегрировать планирование в одном органе, в одном общественном транспорте, дорожное планирование, регулирование дорожного движения, создание условий для пешеходов. Эта сложность необходима, и у этих городов есть орган, который координирует все эти способы перемещения. Сегодня мы начнем с такого элемента, как парковка. Десять лет назад, когда я приехал в первый раз, я увидел, что у вас большие проблемы. Первое, что было очевидно, это на городе был полный хаос в отношении парковки. Повсюду были припаркованы машины, невозможно было проехать, невозможно было перейти дорогу. И в городе есть много автомобилистов, которые требуют больше парковок. Они громко заявляют о том, что им это нужно. Их не заботит о том, как это будет организовываться, как это будет контролироваться. Я перевел большую часть из этого на русский. Я буду говорить в основном по-английски, но я хотел представить на экране русский текст, за которым вы можете следить. По-прежнему многие говорят, что парковка на общедоступных улицах должна быть бесплатной. Нельзя взимать деньги за что-то, что принадлежит всем. Я не хочу этому уделять много времени, но это очень наивный взгляд. Есть много общедоступных вещей, за которые мы взимаем плату. Например, нужно заплатить за посещение зоопарка. Музеи открыты для всех, но нужно платить за посещение. И поэтому в философском смысле легко доказать, что за публичный ресурс не нужно платить. На самом деле, если за это никто не будет платить, получится полный хаос. Два года назад, когда я ходил по Тверской, мне пришлось выйти на проезжий участок, чтобы обойти припаркованную машину. И, конечно, если у вас очень широкие тротуары, и вы можете организовать там цивилизованную парковку, это нормально. Но парковка на узких тротуарах, конечно же, неприемлема. Вспоминается Рим, в котором был такой же беспорядок. Даже на жилых улицах было обычное дело, что кто-то просто перегораживал припаркованной машиной всю дорогу. И некоторые города десятилетия шли до этого. Неограниченная парковка на тротуарах, конечно же, должна быть устранена. Следующее заявление. Внеуличная парковка, на открытых и крытых парковках, дело только частного бизнеса. Есть соответствующий документ, который был опубликован администрацией Москвы, в котором было написано, сколько линий метро будет построено, сколько машин будет куплено и так далее. И один из пунктов состоял в том, что в центре города нам нужно 3 миллиона парковочных мест, по-моему, так. Этот тезис я очень много критиковал, и они теперь знают, представители администрации теперь знают, что так нельзя делать. Поэтому, если вы построите миллион парковочных мест у Кремля, разве можно добиться снижения пробок? Нет, вы наоборот, создаете эти пробки. Внеуличная парковка, с другой стороны, может быть частным бизнесом. Парковка – это один из основных элементов, которые регулируют транспортную ситуацию, и пробки, и все проблемы в центре города. Поэтому существует два аспекта парковки. Один аспект парковки – это количество предоставляемых парковочных мест, а второй – это оплата этой парковки. Требуется ли она и в каком размере. Это, эти два аспекта, очень сильно влияют на транспортные потоки в городе и на выбор, который люди делают в пользу того или иного вида транспорта, или общественного, или личного. В многих городах в Америке паркинг привлекает людей. То есть, всегда нужна бесплатная парковка. Они говорят, что мы продаем это, но парковка бесплатная. И это используется как стимул, как реклама. Это очень контрпродуктивно. И у нас сейчас сделано очень много исследований, которые показывают, что делают сами, которые предоставляют возможности парковки, особенно бесплатной. Потому что эта парковка оплачивается кем-нибудь другим. А во многих городах сделано больше парковок в центре города, чем в других зданиях. Это не город, удобный для жизни. Если вы посмотрите на эту проблему, есть специальная книга «Высокие затраты на бесплатную парковку». И там написано, насколько эта бесплатная парковка навредила другим городам. Поэтому паркинг должен быть включен в общую транспортную систему, в общую транспортную политику, предпринимаемую в городе. Должен сказать, что немного городов, в которых действительно есть какие-то нормативы по парковке. И нам не хватает информации для проведения по исследованию, чтобы понять, сколько нам нужно конкретно мест для каждого города. В некоторых местах дешевле парковаться на весь день, чем запарковаться на несколько часов. То есть, по возрастанию количества проведенного времени, стоимость часа становится меньше. В чем это плохо? Это плохо тем, что люди, приезжающие на 8 часов, они занимают одно место. Это одно место могло бы использоваться несколькими людьми, которым действительно нужно запарковаться, но чуть-чуть, а потом поехать дальше. То есть, вот эта скидка, которая привлекает людей, она несправедлива, она субсидируется, и она создает большие пики в увеличении пробок в часы пика. Итак, паркоматы, то есть, оплата парковки. Некоторые говорят, что этого делать не нужно. На практике это тоже часть всей картины. Конечно, если спросить, хотите платить за парковку или нет, все скажут «нет». Всегда такой вопрос, если вам задают, хотите платить, вы, конечно, скажете «нет». Но последствия, последствия разнятся. Во многих городах люди протестуют, что им приходится платить за парковку. Когда мы ввели в эксплуатацию паркоматы, оборот повысился, то есть, повысилось количество людей, которые приезжают и уезжают. То есть, паркомат — это не только аппарат, собирающий деньги, это инструмент, который мешает людям приезжать и парковаться 6-10 часов на улицах, что невозможно, это нежелательно. Когда мы ввели ему контроль, некоторые водители сказали «здорово, теперь я смогу приехать в город, я могу это заплатить, я могу приехать на час, и потом я приеду в другое место, и там за час заплачу». Раньше я мог запарковаться везде и платил бы за это огромные деньги. То есть, паркоматы сделаны не только для сбора доходов, они для регулировки продолжительности парковки. Метод сбора оплаты за парковки. Раньше это были паркоматы. Сейчас паркоматы быстро заменяются на терминалы. Оплаты, где вы оплачиваете, получаете небольшой чек, который вы кладете под лобовое стекло. И на этом чеке написано, сколько вы оплатили, это очень просто, и не нужно ставить везде паркоматы, и система легче в обслуживании. То есть, методы сбора оплаты используются теперь новые. И, помимо всего прочего, паркинг нужно включать в общую картину транспорта, и нужно очень аккуратно обходиться с количеством предоставляемых мест для парковки и с ценами, какую ценовую политику мы применяем, особенно на внеуличную парковку. Если мы подумаем о тех расходах, которые несут автомобилисты, например, о платных дорогах. Много лет у нас были так называемые платные дороги. То есть, вы платите и проезжаете. Это очень интересная история. В Германии, она куда более продвинута в планировании и проводит достаточно систематизированную политику. Она в этом аспекте отстает. У них нет платных дорог, автобаны не платные. А некоторые страны, например, в Соединенных Штатах, все больше развивают платные дороги. Тот аргумент, что это общедоступные дороги, это не очень релевантно. Мы это уже сообсуждали. Но мы думаем о следующем. Нам нужно ли взимать плату за въезд в город? Там больше плотности. Есть две проблемы в этом. Как можно сделать так, что на улице есть какое-то место, где вы должны проехать и заплатить, и потом на следующей улице, потом еще одна станция сбора, и вам придется еще раз заплатить. То есть, как это сделать физически, как организовать сбор оплаты физически, это первая проблема. А вторая проблема, это политическая проблема. Людям это не понравится. Вам придется убедить людей, что это действительно нужно. Электроника и чиповые карты, бесконтактные карты и сканеры, которые висят над проезжей частью. Мы можем решить первую проблему. Сейчас мы можем взимать плату любую, в любом размере, в любом месте, без остановки машины. Сделано ли это где-нибудь? Знаете ли кто-нибудь? Кто-нибудь ездил в таких местах? Лондон. До Лондона, за 20 лет до Лондона. Нет, Стас Татаргольм тоже позже. Кто за 20 лет перед Лондоном вел? Это нелегко угадать. Сингапур. В Сингапуре есть систематизированная политика, которая действительно связывает общественный транспорт, частный транспорт и пригодность для жизни. В Сингапуре есть специальная плата за въезд в центр. Раньше она была простая, а сейчас она комплексная. Они используют сканирование номеров. Раньше они организовали, раньше были такие, так называемые, пункты взимания оплаты, а сейчас это электронная система. И интересно в ней следующее. Они измеряют каждый три месяца скорость, каждый определенный интервал, они измеряют скорость движения транспорта. Если скорость небольшая, они говорят, мы не хотим пробок, давайте увеличим тариф за въезд в центр. Они увеличивают плату за въезд в центр, и трафик становится двигаться больше и быстрее, потому что люди, некоторые люди отказываются от въезда в центр. Поэтому это очень хорошо для дорожного транспорта. Через некоторое время они снова измеряют эту скорость, и они сейчас говорят, что теперь мы можем допустить еще больше людей, поэтому они снижают плату за въезд в центр. Они действительно используют эту электронную систему взимания оплаты не для того, чтобы максимизировать доходы, а чтобы снизить количество пробок или избежать их. То есть, чтобы облегчить все виды транспорта, чтобы сделать скорость максимальной, и сделать все виды максимально эффективными, и сократить влияние на окружающую среду. Это не только неудобно для нас, это и загрязнение, и воздух, и невозможность успеть навстречу. Вы просто не можете приехать в установленное время. Вся экономическая жизнь, она очень зависит от пробок. Поэтому Сингапур очень активно развивал эту систему. В Лондоне тоже было это введено после большой битвы, и в некоторых городах это тоже сделали. Мне кажется, что постепенно мы тоже поймем, что это рациональная вещь. И даже водители, они тоже увидят, что лучше заплатить, а потом спокойно проехать, без каких-то проблем. И запарковаться куда более удобно. Потому что в Лондоне город работает лучше. Пробок не так много, меньше машин, не такое большое количество пробок. Много людей используют общественный транспорт, люди ходят по городу, и он становится более удобным для жизни. И почему я говорю это сейчас, я думаю, что в данном случае, если вы предложите это через три месяца, то это будет вообще революция. Но необходимо начать эту дискуссию, потому что, чтобы обсудить и понять эту проблему, потребуется время. Несколько лет, чтобы образовать общество, чтобы рассказать об этом. Если вы не будете об этом говорить, то это решение будет откладываться и откладываться. Но я думаю, что в больших крупных городах мы чаще будем использовать платный въезд. Как финансировать общественный транспорт и эту транспортную сферу? Это длинный и сложный вопрос. У нас есть два вида финансирования. Организационно у нас есть местный уровень, уровень городской и государственный уровень. Ну, или там, два или три уровня. У нас есть общие налоги, которые финансируются из бюджета или города, или страны. Или у нас есть индивидуальный налог. То есть это налог, который взимается с тех людей, которые используют эти услуги. Например, это плата за въезд в центр. Платные дороги, эти сборы легче взимаются, чем общие налоги. Если мы просто говорим людям, что вы будете платить такие налоги, и мы будем за это строить такие и такие проекты, вы, скорее всего, примете это решение. В Норвегии очень много было построено, просто фантастически много в транспортной сфере. И фантастическая система общественного транспорта. И у нас водный транспорт, и автобусы, и железная дорога. И в Осло, население там всего лишь 500 тысяч, у них прекрасная система трамваев, и легкорельсы, и метро, и пригородных поездов. Это действительно просто восхитительно. Они хотели ввести плату за въезд, им необходимы были деньги, и они сказали, что давайте мы поставим плату за въезд в центр, и мы за эти деньги усовершенствуем эти дороги. Ставим вот это, и это, такую железнодорожную ветку, которая нам нужна. И это было одобрено, и это решение было успешным. Это действительно один из способов финансирования, и в некоторых случаях некоторые страны используют такой инструмент, вот эти вот индивидуальные налогообложения, для различных видов транспорта. Есть еще такой аргумент. Бензин должен быть дешевым, потому что Россия производит и экспортирует его. Наверное, вы это слышали. У нас же столько нефти, и мы платим такие налоги. Конечно, у нас должны быть дешевые нефтепродукты. Это не очень верный аргумент в экономическом и социальном смысле. Дело не в том, как дешево добывать вашу нефть из земли, но какова упущенная выгода. Вместо того, чтобы продать нефть за границу, вы будете давать дешевый бензин внутренним пользователям. Издержки будут велики, потому что вместо того, чтобы продавать нефть за границу по рыночным ценам, вы будете дешево продавать бензин внутри, вы будете субсидировать внутренних потребителей. Может быть, в Саудовской Арабии, но там другая ситуация. Плата за въезд пойдет на пользу центру города. Это важный фактор. Второе, это то, что, как и оплата за парковок, водители автомобилей, многие автомобили предпочтут ситуацию, когда есть оплата за проезд, и эта возможность обеспечивается надежно, чем когда въезд дешев или бесплатен, но проехать трудно. Вот основополагающий факт, который они всегда понимают. Есть большая проблема между разными видами транспорта, пешеходным движением, автомобилями, общественным транспортом. Часто говорят, что общественный транспорт получает огромные субсидии. Наши деньги уходят в общественный транспорт, в то время как водители сами платят за свой бензин, парковку и так дальше. Картина не так проста. Проблема в том, что стоимость перемещения на автомобиле, стоимость бензина за километр очень низка. Вы никогда не откажетесь от поездки на еще 10 километров из-за того, что бензин стоит денег, даже если бензин в стране дорог. Если есть платные парковки или платные дороги, то стоимость движения на автомобиле возрастает. Если за парковки не платить, то вот что будет платить водитель за, скажем, 8-километровую поездку в центр города и обратно. Если платить за парковку, получится гораздо быстрее. Если есть еще и платные дороги, получится еще выше. Некоторые говорят, я езжу на машине, потому что вот столько мне это стоит за бензин, вот столько за парковки и так дальше. И когда я еду сегодня, я плачу сегодня непосредственно. Это только небольшая часть полных затрат, потому что вы много тысяч заплатили за машину, правильно? Вы платите за автомобильную страховку, вы платите за техобслуживание. Ваши личные затраты здесь тоже высоки. Но вы используете только вот эту часть, чтобы решить, сколько это вам стоит. И вы сравниваете это с тем, сколько вам непосредственно заплатить за автобус или метро. И часто у вас получается результат, что дешевле ездить на машине, чем на общественном транспорте. Ну, в некоторых случаях действительно это так. Например, в пригородах часто нет общественного транспорта, и там машина самый удобный и дешевый способ. Но если 50 тысяч людей по одному направлению прибывают в город, то их приезд на машине гораздо дороже. Это неполная картина по этому. Вот какая полная картина. Вот наши дополнительные затраты, как владельцев автомобилей, а это всевозможные субсидии, ущерб на всем окружающей среде и социальные издержки. То есть, создаваемые автомобилем пробки, например. Если я въезжаю на загруженную магистраль, то я вношу задержки для всех остальных автомобилистов, и они тоже терпят задержки из-за меня. И это тоже вносит свою долю в издержки. Мы при планировании городов анализируем и социальные издержки от вождения автомобиля по городу. Конечно, есть такие издержки и у общественного транспорта. Там есть субсидии, там есть и ущерб окружающей среде, хотя он гораздо более низок. И, конечно же, какие-то социальные издержки. Поэтому общие издержки на пассажира в общественном транспорте гораздо ниже. Но люди решают, исходя из той доли, что наверху. Вот это одна из причин, почему нам приходится субсидировать общественный транспорт. Потому что, если бы эта часть была наверху, то еще больше людей ездили бы на машине. Ведь они решают только исходя из прямых издержек, происходящих каждый день. Это та причина, по которой во многих странах пытаются переложить, пытаются рассмотреть вот эти издержки, сделать их заметными. Прежде всего, нужно отменить бесплатные парковки. Такое сейчас сделано во многих местах в США. Например, на больших заводах, куда большинство сотрудников приезжает на машине, они говорят, ну, у нас были бесплатные парковки, а теперь они говорят, что парковка платная, и люди жалуются. Они теперь вводят такую политику, что мы будем давать вам 100 долларов на транспорт. Нам ковка обходится в 100 долларов в месяц, поэтому вы будете платить 100 долларов. А если вы едете на общественном транспорте, допустим, вы потратите только 60 долларов, тогда 40 у вас останется. А если вы вообще поедете на велосипеде, вы просто будете зарабатывать дополнительные 100 долларов в месяц, потому что мы на вас вообще не несем никаких издержек. А ведь полные издержки зависят от того способа, к которому вы добираетесь. Опять же, если вы пойдете пешком, вы заработаете 100 долларов в месяц. Это полностью логичный способ. Бесплатная парковка означает, что за нее платят другие. А если... Много есть, например, таких магазинов, где если вы что-то покупаете, то они дают вам бесплатную парковку. Они это используют как способ привлечь покупателей. Часто бывает, что вам там прощают 300 рублей как постоянному покупателю, но 50 рублей вы точно заметите отданное за общественный транспорт. Поэтому получается, что они таким образом субсидируют использование автомобилей. Налоги, акцизы на бензин должны быть низкими, потому что некоторые автомобилисты мало зарабатывают. Важно, конечно, заботиться о необеспеченных слоях населения, но вы не можете взять что-то, что стоит дорого, и дать это бесплатно малообеспеченным людям. Потому что тогда нам придется многие дорогие службы сделать бесплатными для всех, которые мало зарабатывают. нам нужно найти другие способы позаботиться о тех, кто зарабатывает мало, а не делать это дешевым для всех. вот причина, я начал говорить. Многие страны пытаются перенести эту часть сюда. как это сделать через взимание платы за проезд по дорогам. Часто бывает, что страховка, страховка пропорциональна количеству километров, которые вы проезжаете. вот парковка, парковка, значит, дорогой бензин, страховки. Плата за все это вводится для того, чтобы эту часть перенести сюда, чтобы решение, принимаемое водителями, было основано на более реалистичном показателе, чем чтобы они основывали свое решение только в кусочки и не замечали всех вот этих вот издержек. А некоторые из них, некоторые из этих издержек, ну, вот эти издержки мы заплатили, а вот это, это издержки, которые несут другие, шум, загрязнение окружающей среды, пробки, об этом мы не думаем. И это, это издержки, это, это пробки, это проблемы, проблемы транспортной системы. Вот что происходит, когда ездить на машине дешево, но это не отражено в прямых издержках. Возвращаемся к исходной реакции на пробки. Если мы просто будем говорить, ну, нам нужно расширить дороги тогда и предоставить больше парковочных мест, тогда возникает вопрос, это верно или нет? Верно это тезис или нет? Да, верно. Нам действительно необходимо адаптировать город, существенно адаптировать, если у нас большая автомобилизация, у нас теперь есть общественный транспорт и частный транспорт. Понятно. Нам необходимо адаптировать город, адаптировать систему и делать ее более эффективным. При этом, необходимо очень осторожно к этому подходить, потому что города, которые просто расширяют улицы и предоставляют все больше парковочных мест, в этих городах они перезастроены, застройка избыточна. Если вы посмотрите на проблему высокой стоимости бесплатной парковки, многие города действительно разрушены вот этим осознанием, тем, что парковка была неограничена. В Хартфорде, в столице штата Канетик, был очень яркий пример. Если мы сравним город в 60-х годах сегодня, видна разница. Количество парковочных мест увеличилось в три раза по сравнению с прежним состоянием. Количество предприятий снизилось на 40%. Количество населения снизилось. Они переехали на окраину. То есть это катастрофические результаты. И вы видите, что причина этого просто то, что люди строили большее количество парковочных мест. Я знаю, что я проезжаю через Хартфорд, там есть слоган «Остановитесь и закупитесь, сделайте у нас какие-то покупки». А все, что я вижу, там просто бетон, бетон во всех направлениях. Я даже не вижу города. Я не вижу города, который привлекал бы меня, заставлял бы меня остановиться. Там просто бетонные дороги, асфальтовые дороги, проезд через Хартфорд. И это основная проблема. В этом месте нам нужно учитывать, если у нас есть пробки, есть такие проблемы, возникают. Как мы адаптируем город таким образом, чтобы делать его непригодным для жизни, не разрушать город? Опыт показывает, что в развивающихся странах такие проблемы в городах очень серьезны. В Западной Европе некоторые страны, в некоторых странах добились создания интермодальных систем перевозок. В Америке города прошли весь путь до полной ориентации на автомобили. Но в 60-х, в 67-м году Сан-Франциско, Сан-Франциско, это один из тех городов, которые всегда такой свободолюбивый и очень заинтересованный в улучшении качества своей жизни, после создания большого количества фривеев в Сан-Франциско они начали строить систему БАРТ, легкорельцевую систему, и они увидели, что очень много фривеев запланировано, запроектировано. Это огромные двухэтажные развязки. И эти развязки будут проходить вдоль побережья и полностью отделят город от побережья, от залива Сан-Франциско. И они начали революцию. И это называется восстание фривеев, восстание против фривеев. Но люди просто говорили, подождите, мы не хотим жить огороженными развязками. Это не тот город, где мы хотим жить. И они начали кампанию против. И в начале 70-х годов большинство городов начали оглядываться, начали снова смотреть на те проекты. И многие города удалили новые фривеи из планов. Филадельфии от нескольких фривеев, которые разделяли бы город на несколько частей и сделали бы похожим на Лос-Анджелес или Детройт. То есть, это было очень существенным изменением, и города вида Филадельфии, которые достаточно медленно строили, они были в лучшем положении, чем те города, которые строили, не задумываясь, хайвей, которые проходят через весь город. В Лос-Анджелесе, Лос-Анджелес, известен ориентацией на автомобили, сейчас этот город пытается развить систему общественного транспорта, но безуспешно. И в некоторых городах во вначале остановили строительство, избыточное строительство фривеев, и люди снова стали смотреть на пригодность для жизни и делать центр удобным для существования. Хорошие примеры это те города, которые реализовали большие проекты нового транспорта. Легкорельцевый транспорт, это особенно успешный вид транспорта, который был реализован во многих городах. Они ввели легкорельц, и в то же самое время усовершенствовали транспортные коридоры в городе. И мэры этих городов сейчас рассказывают мэрам других городов, что эти проекты легкорельца и проекты налаживания взаимодействия легкорельца с паркингом, с автобусами, они не только существенно улучшают транспортную ситуацию, но и действительно меняют атмосферу в самом городе. Если вы были во Франции или в Испании, во Франции тоже очень активно занимаются этой проблемой. Во Франции раньше не было хороших трамваев и железных дорог, за исключением Парижа, Леона и Марселя. У них не было очень большого количества общественного транспорта, но с 70-х годов они начали строить в основном легкорельцевые иные системы и усовершенствовать качество обслуживания и они перепроектировали города. Они очень много внимания стали уделять пешеходам в центре города. Реакция людей какова? Реакция такова, что наш центр города, центр американских городов, оттуда люди уезжают, а сейчас тенденция наоборот. Население повышается, если есть общественный транспорт. В какой-то мере само население проходит через разные этапы развития. Автомобиль и Бэйби-бум после Второй мировой войны эти вещи сделали так называемый американский идеал. Дом, который находится далеко от других, прайваси, я не знаю, если такое слово в русском, во многих языках нет слова прайваси, но британцы и американцы очень любят это понятие. А сейчас люди понимают, что здорово общаться, и приходят молодые люди, и у них уже другое отношение к этой проблеме и другое отношение к транспорту. Общественный транспорт предоставления услуг общественного транспорта это тема, связанная с проблем во многих странах. Эти проблемы финансовые и организационные. и в некоторых странах страны субсидируют общественный транспорт и хотят добиться хорошего качества, но эта неэффективность повышается, то есть эффективность падает, если нет правильного иного сооружного отношения к этой теме. Например, в Великобритании консервативное правительство Маргарет Тэтчер и это правительство провел большое исследование, которое было проведено очень рыночно ориентированными экономистами, которые сказали, что общественный транспорт в том виде, в котором он есть сейчас, если мы видим, что количество пассажиров уменьшается, затраты растут, эффективность соответственно падает, это было действительно так, но они не упомянули очень важного. Британское правительство вообще не поддерживало общественный транспорт, кроме Лондона. Они не допускали строительство других железнодорожных веток в других дах, у автобусов не было приоритета, они были медленные, у них не было концепции, тех городов, в которых они хотят развиваться. Но и была еще идеологическая проблема. крайне правое правительство пришло, и оно просто сказало, нам нужно вводить свободный рынок. И я сейчас немножко упрощаю, но могу сказать, те люди, которые говорят, что все должно быть на свободном рынке, они столь же наивны, столь же радикальны, как и Маркс, который отрицал свободный рынок, который говорил, что все должно быть регулировано. Эти два экстремума, это радикальные позиции, они приводят большим ошибкам. Если вы изучаете экономику, вы знаете, что свободный рынок это очень хорошая штука для очень многих сфер. Конкуренция очень повышает эффективность, конкуренция предоставляет новые продукты и так далее. Но не все по свободе рынок. Почему? Я не могу сейчас считать вам курс на три месяца, нет на это времени, но свободный рынок не содержит долгосрочные перспективы, не рассчитаны долгосрочные перспективы, долгосрочные последствия. В основном это краткосрочный интерес. если у вас есть какие-то социальные издержки, социальные преимущества, свободный рынок не реагирует на это, он не смотрит на социальные вопросы. Другие вещи, например, культурный аспект города, музеи, радиостанции, музыка и так далее, эти вещи нельзя найти на свободном рынке. и системы общественного транспорта, что мы с ними делаем путем развития общественного транспорта и улучшением его качества с момента появления автомобиля. Мы узнали, что у нас есть стильная система, она должна быть интегрирована с другими видами транспорта. Вторая вещь, которую мы узнали в 60-х годах, это было осознанно в Европе, люди сказали, подождите, мы хотим привлечь людей на общественный транспорт. Если у людей есть машина, они могут сесть в машину и поехать в любое место в любое время. Если они используют общественный транспорт, то они могут использовать автобус, но они не могут пересесть на пригородный поезд, потому что им приходится покупать другой билет, и потому что это другая компания и так далее. Поэтому нам нужно интегрировать все виды транспорта. Это была концепция так называемой транспортной федерации, которая была принята во многих европейских городах и во многих американских городах. Также склонялись к этой интеграции. Если вы строите, допустим, линию метрополитена, вам нужно аккуратно просчитать, как люди доедут до этой линии метро, как автобусы туда приедут, как пара системы по парк-эн-райд будут работать и так далее. То есть мы поняли, что нам необходимо обеспечить условия людям, чтобы они пересаживались с машин на метро. Нам нужна интегрированная система, которая синхронизированная, которая единый тариф и так далее. Теперь у нас свободный рынок в Англии. Они разрешили всем компаниям, любой компании предоставляют услуги общественного транспорта с минимальным контролем, даже в области безопасности. И автобусы диким образом конкурируют между собой. И есть законодательный запрет передавать информацию о других компаниях, о других транспортных компаниях. Это невероятно. У нас профессионалы работают над тем, чтобы сделать систему удобной для населения, а здесь они издают закон, который говорит, что нам нужно запрещать думать о пассажиров, потому что все те нормативы, которые они сделали, там даже не упомянуты пассажиры. Действительно, фанатики решения с минимальными затратами, которые не думают о пассажирах и не думают о будущем городов. я прочел одну книжку одного из этих правых экономистов, он говорит о будущем городе и говорит о том, что мы переплачиваем за общественный транспорт, там нужно платить больше за автомобиль. И в этой книжке, в алфавитном указателе нет слова пассажир или пользователь, он просто это не учитывает, он просто не учитывает людей. Поэтому, что произошло с Тетчером? они ввели дерегулирование для всего рынка, кроме Лондона, они знали, что Лондон иначе погрузится в хаос, но все остальные города, во всех остальных городах была введена вот эта система. Она полностью была введена, такая система, и они потеряли 30% всех пассажиров. И в то же самое время они увеличили инвестиции в строительство дорог. Что происходило в других странах. Я был шокирован, когда в нескольких городах России или, может быть, даже в законодательстве разрешена нерегулируемая конференция, нерегулируемая конкуренция различных транспортных компаний. В некоторых городах трамваи, троллейбусы эти системы были существенно ухудшены за счет этого нерегулируемой конкуренции. Мне нужно сказать следующее. Вот впервые этот феномен возник в 1916 году в Калифорнии. Люди покупали машины и они начинали использовать такие маршрутки. Они знали, когда трамвай приходит. Они подъезжали перед трамваем к остановкам, собирали пассажиров и уезжали с ними. и это было законодательно запрещено. Невозможно вводить такое полурегулирование, что есть какая-то одна компания, которая работает надежно, с регулярными интервалами и безопасно, и с ней же конкурирует какая-то непрятная компания, которая не регулируется ничем. В Англии там были огромные проблемы, связанные с тем, что водители были непрофессиональны и количество пассажиров падало, и водители постоянно менялись и так далее. Что же случалось в других странах? В некотором смысле многие другие страны сказали Англия права в том, что ослабило государственное регулирование для повышения эффективности. вкратце во многих странах, например, в Швеции, в Германии, во Франции и так дальше, сейчас другая организация сетс бас компаний и так далее. И там сейчас выставляются на государственные тендеры услуги по перевозкам автобусной компании и так дальше, транспортные средства принадлежат разным владельцам, но все это основано на центральном плане, и центральное агентство говорит всем, какие маршруты по каким тарифам, в какое время и так дальше они должны перевозить. В различных формах такое было успешно введено во многих европейских странах. Эффективность повысилась, число перевозимых пассажиров повысилось, и так что я считаю, что вам не следует идти за английским премьером в этом. мини-бусы, которые полезны, и у вас кое-где есть микроавтобусы, которые более эффективны на некоторых маршрутах, но если их применять, то нужно это делать, нужно это регулировать, нужно интегрировать тарифы, интегрировать маршруты, так чтобы для потребителя была всего лишь одна единая система общественного транспорта высокого качества, нельзя приносить пассажиров в жертвы увеличению эффективности. Часто обсуждаются троллейбусы и трамваи и автобусы. Это очень сложный вопрос, можно потратить часы на его обсуждение, но нужно быть осторожным при их сравнении. Иногда бывают в США в 30-х годах были такие сравнения. Производители автобусов и автомобилей финансировали целые компании. Они скупали трамвайные фирмы и организовывали кампании против трамваев и они сравнивали трамвай, которым много десятилетий, с современными автобусами. Нельзя сравнивать старые трамваи с новыми автобусами, нужно сравнивать старые со старыми, а новые с новыми. Это важно. И такие решения очень важны для города. Конечно, вам нужно не только хорошее метро, но и так называемые виды транспорта средней пропускной способности. Я вчера подробно об этом рассказывал. Я, конечно, думаю, что метро обязательно городу нужно, и вам нужно больше метро и больше электричек, но вам нужны и уличные виды транспорта, такие, которые, где обеспечивается приоритетный проезд общественного транспорта. У вас во многих местах автобус подъезжает к перекрестку, и ему даются такие же права проезда, как автомобиль, в котором сидит только один человек. Это абсурдно, что транспортное средство с двумя стами и даже пятью стами пассажирами или длинный трамвай пользуется таким же, всего лишь таким же правом на проезд, как и частная машина, в которой в среднем меньше двоих человек сидит. И, конечно же, не стоит беспокоиться о том, что отдача приоритета общественному транспорту, конечно, если вы отдаете приоритет общественному транспорту, вы сможете предоставить людям более удобный транспорт. автобус самый дешевый в закупке, но у него и самый короткий срок службы. Ему требуется маленькая инфраструктура, он гибкий и часто эта гибкость упоминается как достоинство, что то, что гибко, то и хорошо. Но не во всякой ситуации не гибкий, а надежный транспорт важнее. Вот, магистрали перестраиваются, расширяются, а что насчет общественного транспорта? Ну, автобусы проедут везде. Конечно, вы не думаете об автобусах, их не обязательно включать в проекты. если так поступать, то получается, что вы действуете в прямо противоположном смысле против создания хорошей транспортной системы. турникеты в автобусах, троллейбусах и трамваях необходимы для контроля оплаты проезда. Конечно, они хорошо контролируют оплату проезда, но они не хорошо функционируют. если выработать более удобную легкорельсовую систему, если использовать троллейбусы, то нужна более удобная система для посадки пассажиров. Вы не можете сажать всех через одну дверь. Это очень непрактично. Я не думаю, что такую систему нужно сохранять на будущее. Это нужно заменить многими другими способами сбора платы за проезд. Теперь к теме метро. Я несколько комментариев уже давал, но я хотел бы оставить еще время для вопросов. Пройдусь по знаменим вещам. В вашей стране есть такая политика, что как только население города достигает одного миллиона, тогда федеральное правительство дает средство на строительство метро. Правильно я всецело поддерживаю метрополитаны, но это очень простое механическое правило, которое не всегда верно. Иногда в городе меньше миллиона людей, но необходим общественный транспорт, такие транспортные коридоры и так далее. Например, Осло, во многих других городах Европы. С другой стороны, в городе может быть население, до 2 миллионов, 3 миллиона людей, но легкорельсовый транспорт и хорошая автобусная система полностью решают проблемы транспорта. То есть, это правило необходимо пересмотреть. особенная проблема в этом. Если город достигает миллиона людей, там построена всего лишь одна линия, очень много денег туда инвестируются, а вся остальная система про нее забывают. И в любом городе нужна не линия не хватает, нужно несколько линий. И конечно требуются альтернативы. Или 11 километров метро, или на те же самые деньги можно построить 20 километров трамвая с современного легкорельса, или троллейбусов, может 35 километров или 50 километров автобусов. То есть, это те альтернативы, которые нужно всегда взвешивать и анализировать. Я не рекомендую строить тоннели глубокого заложения, чтобы люди не спускались очень долго вверх и вниз. и некоторые люди в администрации полностью со мной согласны. Это устаревшая вещь. Это делалось защитой от атомной бомбы, и я думаю, уже в то самое время строительства это уже было неактуально, потому что во Второй мировой войне действительно люди сидели в тоннелях, и они были защищены. Но если есть ядерный взрыв, то все равно придется когда-то выйти. И это уже будут радиоактивно зараженной местностью уже оттуда не убежать. Я надеюсь, что это никогда не произойдет. Но следует также смотреть на следующий аспект, что пассажиры. А сейчас пассажиры очень долго едут вниз, очень долго едут вверх, они используют поэтому метро для длинных поездок, а не для коротких. То есть это качество обслуживания пассажиров, качество того, как мы с ними обращаемся. Это тоже влияет на количество пассажиров, которые используют этот вид. аспекты о строительстве сети, наверное, не буду на этом останавливаться. Вот небольшой анализ тех тенденций, которые существуют здесь. Вы, наверное, согласны, и я встречаю с представителями вашего города и других городов, когда я говорю о Москве, все говорят, я надеюсь, что что-то они сделают все-таки с пробками, как-то решат эту проблему. Я надеюсь, что мне удалось показать комплексность пробок, насколько сложные и сколько уже ошибок было сделано. Мы сталкивались с теми же самыми вещами. Нельзя взимать плату за парковку на улицах. Нельзя повышать акцизы на бензин. В Соединенных Штатах все, кто баллотируется на какую-то должность, все обещают сокращение акцизов. И это как раз не то, что должен предлагать разумный политик. И очень важно видеть все в комплексе, видеть всю картину. очень важно понимать то, что город не только должен заниматься метро и пригородными поездами, но и другие виды транспорта, и уличные виды транспорта, и паркинг, и безопасность дорожного движения, и так далее. То есть, у нас перед нами очень сложная, комплексная задача, но нам необходимо использовать эти аспекты, эти вопросы, для того, чтобы не повторять ошибки других стран, те ошибки, которые уже вышли. Большое спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ